МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости в студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Но в начале выпуска коротко о главном. Территориальные границы. Депутаты областного Маслехата поддержали вопрос передачи Курчатова о Байской области. В регионе осталось 11 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый получит по 2 миллиона тенге к майским праздникам. 8 705 631 85. Видеообращение жителей смотрите в мобильном приложении Ирбиса. Ораза Айд встречают сегодня мусульмане. Праздничные мероприятия развернулись на площади около центральной мечети. Новую школу на 120 мест взамен аварийной строят в селе Сычевка Павлодарского района. Аким области проинспектировал ход работ. Также глава региона посетил важные промышленные предприятия. Во время поездки Асейн Байханов выслушал проблемы деревенских жителей. Что их беспокоит, знает Ильяс Рамазанов. Объезд глава региона начал с села Шакат. Здесь более 140 человек трудятся на местной птицефабрике. Бизнесмены потратили около 3 миллиардов на ее строительство и наладку производства мяса индейки. По величине предприятие на втором месте в Казахстане. Продукцию отправляют также в Россию и Азербайджан. Асейн Байханов пообещал бизнесменам посильную поддержку. И поручил наращивать объемы экспорта. Кроме того, Аким области проинспектировал строительство канала Иртыш-Успенка. Из-за отставания работ бюджет недополучил миллиарды тенге. Так как не было возможности орошать земли. Засеять поля планировали еще в 2022 году. Если в этом подрядчик не сможет запустить канал, то проект передадут региону. Тогда его достроят за счет местной казны. Вот такие проекты нужны же нам. Эти проекты нам нужно прямо на ежедневно. У вас закреплены должны быть люди. Делают они роботы. Сейчас они определяют подрядчика, чтобы завтра какие-то проблемы будут. Где-то может им надо помогать, поддерживать техникой. Свести каких-то других подрядчиков, которые скажут, давайте мы будем участвовать в этом. А в селе Сычевка начали строительство школы на 120 мест. Стоимость проекта 713 миллионов тенге. Деньги выделила компания ИРГ. Открыть ее планируют до 1 сентября. По справедливости, конечно же, детей в первую очередь должны быть в условии полноценного получения знаний. И нам нужно уменьшать максимальный разрыв между городским качеством городского образования и сельского образования. В завершении объезда сегодня Акимобласти провел встречу с населением, где выслушал проблемы сельчан. Так, жители села Кеменгер жалуются на частое отключение электричества. Линия КТП ремонтируется, но у нас все равно остается эта же проблема, потому что электрические сети очень изношены и требуют капитальной модернизации. Поэтому просим вас в планы на ближайшие годы включить модернизацию электрических сетей по Павлодарскому району. Здесь требуется полная реконструкция сетей. Такая же проблема есть в селе Павлодарское. И вся линия, которая была у Мичурина, она вся подключена к Павлодарской линии. Соответственно, страдает там тоже сельско-оснабжением нестабильно. Представители монополиста заявили, что дело в одновременном подключении к сетям большого количества местных предприятий. Асаин Байханов поручил главе Управления энергетики ЖКХ совместно с частниками провести собрание. Кроме того, на встрече обсудили вопрос ремонта дорог, борьбы с ГНУСом. Илья Сармазанов, Станислав Кейкин, телекомпания «Ирбис». По 2 миллиона тенге получат в этом году ветераны Великой Отечественной на 9 мая. Сегодня в регионе осталось всего 11 фронтовиков. А вот какие выплаты ко Дню Победы получат труженики и тыловики, расскажет моя коллега. В честь майских праздников в Павлодарской области предусмотрены единовременные выплаты из бюджета. Это самый ощутимый денежный подарок ко Дню Победы получат, разумеется, ветераны. По 2 миллиона тенге. Вдовам ветеранов войны, несовершеннолетним узникам, концлагерей и блокадникам выдадут по 60 тысяч тенге и по 30 тысяч тыловикам. Кроме этого, единовременные выплаты в размере 150 тысяч тенге получат 1305 человек. Это лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф и абарий на объектах гражданского или военного назначения. Участники инвалиды боевых действий в Афганистане. Также 364 жители региона получат по 150 тысяч тенге ко Дню Защитника Отечества. В их числе военнослужащие участники миротворческой операции в Ираке и на таджикско-афганском участке. А также семьи солдат, погибших при прохождении службы в мирное время. Деньги на их счета начали переводить с середины апреля. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Красивый, но дорогой поединок на голых кулаках показали жители одной из многоэтажек Аксу. Об этом сообщает главный новостной аккаунт региона «Ирбис.тв». Все подробности, а также другие обсуждаемые темы дня в нашем обзоре. Я только напомню о том, что подписавшись на аккаунты телекомпании «Ирбис», вы всегда будете в курсе всего происходящего. В полиции рассказали, двое мужчин встретились в подъезде одной из аксусских многоэтажек. Первый вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Второй не стал долго терпеть, и в ход пошли кулаки. Стражи порядка составили административные протоколы на каждого. Решение примет суд. А у жителей Кибастуза похитили деньги и золотые украшения. Ущерб составил более миллиона тенге. В ходе расследования подозреваемого установили и задержали. Им оказался 35-летний мужчина. За совершенную кражу его приговорили к трем годам лишения свободы, сообщает главный новостной аккаунт региона «Ирбис.тв». Злободневная тема. Доносят ли мусор до контейнера ваши соседи? Спрашивает главный новостной аккаунт в инстаграм «Ирбис.тв» у своих подписчиков. Участвуйте в обсуждениях, и вы. Соседи все аккуратны, а вот собаки бычки с окон кидают, бутылки разбивают и курят на площадке. Нет, конечно, к квартиранту вообще халатно относятся. Раньше было чисто. Теперь понаехали с деревень, и чистота кончилась. Мусор, бычки, плевки. Сегодня мусульмане отмечают Ораза Айт, один из важнейших праздников. С самого утра повладарские мечети заполнили верующие. А началось все с утреннего намаза, где были и корреспонденты телекомпании «Ирбис». Первое, что должен совершить любой верующий – это намаз. Для этого сотни повладарцев и пришли в мечети города. Перед важным днем они придерживались строгого поста. Само слово «Айт» означает празднование или отвечать взаимностью. Теплая атмосфера передавалась от человека к человеку. Разделил с простыми горожанами Божью милость и глава региона. С сунной пророка считается не только улыбкой и братское отношение к окружающим, но и здоровый образ жизни. Поэтому повладарцам сегодня предложили проверить свои силы, ловкость и меткость. Всех за старания наградили вкусным пловом. Продукты питания мы раздавали. И все мечети, хочу сказать, городские, районные и ауловские мечети участвовали в этом. Каждый по своему усмотрению, по своей возможности. Поэтому раздавались очень много продуктов. Сейчас мы, конечно, считаем, сколько они будут, потом будем вам сообщать. Второе, из благотворительности хотел бы остановиться на аузашаре. Как мы говорим, потому что это рамазан, это пост. Поэтому мы давали аузашар в мечети. Ораза Айт – это семейный праздник. Также желательно навестить и поздравить родителей, родственников и соседей. Быть приветливым со всеми. Артем Буланов, Данияр Ешанов, телекомпания «Ирбис». Сейчас прервемся на рекламу, а вот что во второй части выпуска. Перенос границ. Город Курчатов планирует присоединить к Кабайской области. Ипотека или наличный расчет. Как предпочитают покупать квартиры казахстанцы? Все подробности в бизнес-блоке. Примите меры. Видео, которые вы прислали в мобильное приложение в нашей постоянной рубрике. Спорт с Артемом Булановым и специальный инфоблок. Скоро продолжим. ТОАС ТЭК ПВ – молодое селообразующее предприятие, уже сегодня имеющее большие перспективы развития в будущем. У предприятия имеется два производственных комплекса, которые находятся в селе Жанабет района Теренколь и в селе Веселая Роща Железинского района. В связи с расширением нашей деятельности мы в поиске молодых перспективных кадров. Мы не стоим на месте, а динамично развиваемся. Наши топ-менеджеры в постоянном поиске новых направлений в плане улучшения деятельности предприятия. Новаторы производства всегда передают свой опыт. С ростом предприятия растут и наши заработные платы. На предприятие нам требуется главный ветеринарный врач, ветеринарный врач, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, животноводы, операторы машинного доения. Приходя работать к нам, вы приобретаете опыт работы на комплексе, где автоматизированы все процессы по мировым стандартам. Официальное трудоустройство с первого дня, конкурентоспособная заработная плата и полный социальный пакет. Иногородним предоставляем жилье, доставку до места работы корпоративным транспортом. А также имеется возможность для профессионального развития внутри компании. Если у вас имеется специальность в области сельского хозяйства и экономики, мы с нетерпением ждем вас. Рахат – это больше, чем ресторан с вкусной кухней и хорошим обслуживанием. В Рахате можно отдохнуть душой и отведать изысканные блюда. Это идеальное место для мероприятия любого масштаба. День рождения, свадьба, корпоратив, тематическая вечеринка – все это легко можно организовать. Роскошный банкетный зал на 200 персон, живописный интерьер, который легко трансформируется под ваш вкус. Все услуги предоставляются на высшем уровне и с безупречным сервисом. В меню есть блюда национальной и европейской кухни. Каждый сможет побаловать себя и насладиться уютной атмосферой заведения. А для любителей сладкого представлена красивая и светлая чайхана. Ресторан «Рахат». Получите наслаждение от проведенного праздника. Весна. Время обновления. И обновить можно автомобиль. Купи 6 билетов Лото 6 из 49 национальной лотереи «Сядь Тажолдос» и участвуй в розыгрыше «Хавейл». Розыгрыш состоится 26 апреля в 22.00. Подробнее в точках продаж в отделениях почты и на сайте sz.kz. Курчатов, который сегодня территориально числится за Павлодарской областью, хотят полностью передать введение Акимата Абайской. Обсуждение прошло на комиссии Маслихата. А после решения депутатов вопрос рассмотрят в правительстве. Курчатов находится между Павлодаром и Семеем, практически на границе двух областей. Площадь земли, на которой расположена жилая зона, порядка 11 тысяч гектаров. На карте город в черте Павлодарского региона, но фактически относится к Абайской области. Это делается в целях приведения в соответствие административно-территориальных границ, так как согласно земельного баланса город Курчатов числится за Павлодарской областью, но административно он подчинен Восточно-Казахстанской области. То есть все плачежи за землю, все налоги, арендная плата, земельный налог, остальные плачежи, все как бы поступает именно в город Курчатов, то есть в Восточно-Казахстанскую область. Передать планируют территорию именно ту, на которой расположен сам город. Крестьянские хозяйства, расположенные вблизи и заверили депутатов, никак не пострадают. Вопрос теперь вынесут на сессию областного Маслихата, и в случае одобрения депутатами окончательное решение будут принимать в правительстве. Арцем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Эту рубрику сегодня ведет Александра Петрова. Здравствуй, Саш. Наши соотечественники все-таки покупают квартиры за наличный расчет или предпочитают брать в ипотеку? Привет, Владимир. Почти половина жилья в Казахстане с начала года куплена в кредит. Вот такая статистика. Здравствуйте. Как сообщает крыша КИЗ, с января в республике заключено 72 685 сделок с недвижимостью. И за этот же период 29 828 казахстанцев приобрели жилье в ипотеку. Таким образом, более 40% всех сделок в этом году оформлены в ипотеку. Хотите научиться чему-то новому? Тогда скорее записывайтесь в Центр знаний «Мандарин». Там ждут и детей, и взрослых. Для тех, кто мечтает вести свой блог или начать зарабатывать в социальных сетях, подойдут образовательные курсы по основам фотографий, смм-мобилографии, журналистики на казахском и русском языках. А любителям путешествий поможет расширить горизонты курс по географии. Занятия два раза в неделю с половины седьмого до восьми вечера. Стоимость 15 тысяч тенге в месяц. Центр «Мандарин» находится на Лермонтово, 93, в Колледже информационных технологий. Приходите и проводите время увлекательно и с пользой. С 17 по 30 апреля в строительном магазине «12 месяцев Павлодар» невероятные скидки. Дешевле в городе? Просто нет. Линолеум от 1490 тенге за квадратный метр. Ламинат от 2450 тенге, двери от 17900 тенге, обои от 6900 тенге, водонагреватель 44900. Акционный товар отмечен «желтым ценником». Покупки можно оформить в рассрочку 0012 без переплаты и первоначального взноса. Скидки при этом сохраняются. Приходите по адресу жаяумусы6. Воплощайте мечты вместе с магазином «12 месяцев». А скидки в торговом доме «Мега» точно поднимут вам настроение. Именно сейчас цены на мягкую и корпусную мебель ниже на 30-40%. Сделайте интерьер ярче и удобнее. Покупку можно оформить в рассрочку на два года. Плюс временно действует бесплатная доставка по области до 150 километров. Подробности об условиях уточняйте у консультантов. Торговый дом «Мега» находится на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Торговая. Остановка – трамвайное депо. Где самая стильная, удобная и качественная обувь? Конечно, в салонах «Ральф Рингер». В наличии весенняя и летняя коллекция для мужчин и женщин. Европейский производитель уделяет большое внимание подошве, поэтому любители пеших прогулок по достоинству оценят эти модели. Комфорт ногам обеспечивает удобная колодка с широкой носочной частью и эластичные материалы, из которых изготовлена обувь. Салоны «Ральф Рингер» расположены в торговом доме «Тулпар» «Бутик-221», «Артур-2» «Бутик-356» и в старом «Цуме» «Бутик-22». Также есть салон «Ваксу» в торговом доме «Агидель» «Бутик-22». И в завершении о курсе валют. В Павлодаре доллар стоит 459 тенге, евро 502, рубль 5 тенге 65 тенге. И у меня на этом все. Владимир. Благодарю, мы продолжаем выпуск. В мобильном приложении мы публикуем видео, которое вы присылаете в наш WhatsApp по номеру 8705-631-85. Снимайте на камеру телефона и комментируйте за кадром, мы обязательно покажем. Теперь давайте смотреть свежую подборку. На Буктурово, возле магазина «Синэн», вот светофоры стоят, все нормально. Просто вот эти вот трубки, для чего их оставили? Чтобы вода бежала туда, возле каждого столба. Вот возле следующего, и наверху трубка, и внизу трубка пустая. Проблемный участок дороги. Улица Ломова. Стадион. Улица Ломова. Вот. Старый-престарый асфальт. Продолжение того же двора. Смотрите, что творится. Совершенно. Совершенно дворники не убирают. Вот тут маленько подмели, а там что творится. И все это летает по всему, по всей территории. Ко всем домам залетает. Перекресток Камзина-Толстого. Вот такой штырь торчит. Прямо на пешеходном переходе. Отключать отопление в Павлодаре начнут с 24 апреля. Об этом сегодня сообщили в энергетической компании. Специалисты рассказали, ближе к концу следующей недели озвучат дату начала гидравлических испытаний на теплосетях. О подробности в нашей коммунальной сводке. В связи с тем, что в ближайшие дни в Павлодаре ожидается потепление. С 24 апреля в соцобъектах и жилых домах начнут остывать батареи. Сегодня официально об этом сообщили в компании «Монополиста». Постановление о завершении отопительного сезона подписал Аким Города. Напоминаю, по номерам, указанным на экране, вы можете пригласить нашу коммунальную сводку к себе и заявить о своих проблемах в эфире новостей телекомпании «Ирбис». Это может быть отсутствие горячей или холодной воды, электричества или непонимание со стороны обслуживающих организаций домов. Перейду к информации о намеченных на 24 апреля отключениях. В связи с ремонтом на трансформаторной подстанции, в понедельник электричество не будет в доме престарелых по адресу Назарбаева, 284, а также в городском центре социальной помощи по улице Усолка. Кроме того, без света останутся жители одного частного дома. Необычную общественную лекцию провели в стенах Павлодарской библиотеки. Говорили о великих личностях и о памятных датах. Наш корреспондент не смог пропустить такое важное событие. Общественную лекцию об исторических фактах, связанных с легендарными личностями, прочли доктор филологических наук, профессор-магистрант Айтмухамед Турушев и доктор культурологических наук, ассоциированный профессор Султаната Убакирова. Мы проводим первую в Павлодарской области проект «РПАК Аманат». Проводится она в честь 165-летия Машкуш-Сукупеева и 130-летия Султана Махмуд Турайгырова. Чем важны данные встречи? В первую очередь, это чтобы наше молодое поколение знало историю, жизнь данных великих людей. Стоит отметить, что наши земляки были действительно серьезными личностями. Поэт и публицист, этнограф и просветитель Машкур Жусуп Купеев родился на территории нынешнего Баянаульского района. Подлинное его имя – Жусуп. Народ прозвал его Машкур, знаменитый за публикации, которые были широко известны в его родных краях. Ну а Султан Махмуд Турайгыров – это один из ярких представителей литературы начала 20 века, также воспевавший свой родной Павлодарский край. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Приветствую в студии ведущего спортивных новостей Артема Буланова. Здравствуй. И знаете, о чем он нам сегодня расскажет? О шикарной победе юниорской сборной Казахстана по хоккею. Вперед! Да, Владимир, еще более шикарная, чем эта победа, конечно, твой галстук, но и мой соответственно. А наши ребята разгромили Японию 7-1. И самое интересное, что этот матч был не просто товарищеский, а в рамках подготовки к чемпионату мира. Вот это да, ничего себе. Счет действительно жесткий. Ну а мы ждем продолжения праздника под названием «Новости спорта». Не переключайтесь. Финансовая пирамида. Как ее распознать и чем это может обернуться для тех, кто приводит с собой новых участников? Обсудим в студии. Тяжелые травмы получила Павлодарка после падения на нее мусорного бака. А виновника освободили от ответственности. Больше, чем за убийство, мужчину отправили в колонию на 10 лет за закладки наркотиков в Павлодаре. Смотрите в проекте «Сигнал» на Ирбисе. Опытных и мастеровитых наставников в Павлодарской школе плавания сейчас мало, но ветераны этого спорта по-прежнему дают результат. Им удалось вырастить новую звездочку Арину Алиферович. Девушка выиграла серебряную медаль на дистанции 200 метров бутерфляй. Награда не простая, а по итогам летнего чемпионата Казахстана вот такая молодец Арина и ее наставники. Тем временем молодой тренер по стрельбе из Лука из Аксу творит чудеса. Его ученики не только выиграют республиканские соревнования, но и выполняют мастерские нормативы. О турнире и своем феномене наставник Егор Поляков рассказал телекомпании Ирбис. Егор Поляков сам действующий спортсмен сборной региона, но парень уже задумывается о подрастающем поколении. Молодой тренер работает в Аксу и передает ребятам лучшие методики от своего наставника Татьяны Пак. Прошедший чемпионат Казахстана показал, что схема действенная. Панченко Анатолий получил звание мастера спорта международного класса, потом Молдобаева Рамина, также моя воспитанница, получила кандидата мастера спорта. Но не только в Шимкенте полударцы показали свой высокий класс. На молодежном чемпионате также отличный результат. Также проходили молодежные соревнования, с которых мы только приехали. Там Молдобаева Рамина взяла третье место в командном первенстве, где еще принимали участие двое наших спортсменов павлодарских. Еще один спортсмен из молодежной сборной региона Александр Попов выполнил кандидатский норматив в мастера спорта. С победы стартовали воспитанники футбольного центра Аксу в первенстве республики. Павлодарцы нанесли поражение сверстникам из Актау. Команды центров и академии начали сезон большого футбола в Павлодаре. Играют сразу две подгруппы 2008 года. Первый соперник Аксу – команда Каспий. Поединок, несмотря на начало сезона, получился очень напряженным. Сразу после свиска завязалась равная борьба. Но потом на правах хозяев павлодарцы перехватили инициативу. Больше стали бить поворотом соперника. Один из ударов достиг цели. Отличился Саян Турсын. Во втором тайме борьба на поле немного изменилась. Футболисты из Актау бросили все силы вперед, стараясь отыграться. Однако тактика не сработала напротив. Аксу получил право на штрафной удар. Пенальти реализовал Еламан Муликов. Победа 2-0. Как говорится, дома и стены помогают. Но тоже есть какая-то ответственность психологическая на детях, что и родители приходят. Я думаю, все-таки это все равно немножко давит. Это видно было и по первым минутам матча. Немножко какой-то мандраж на поле был. Ну, немножко перестроились. Смогли, выиграли. Молодцы. В следующем матче павлодарцы встретятся с командой «Алаш» алматинцы неудачно начали первенство. В стартовом поединке они с разгромным счетом проиграли сверстникам из Астаны. В другой подгруппе футболисты ЖТСУ победили Тарас 3-2, а Кайрат команду из Уральска Акжаик 2-1. Павлодар несколько дней был центром интеллектуальных игр. Соревновались мастера в шахматах и Тугас-Кумалак. Национальная школьная лига официально завершена. Кто из 18 рейтинговых команд попал в число лучших, узнаем прямо сейчас. Среди участников турнира были чемпионы и призеры республиканских и международных этапов. В острой борьбе и конкуренции команда Павлодарской области завоевала главные награды в индивидуальной дисциплине. Спор возник, почему мы садим по рейтингу детей. Ну, это новые правила. Ну, и в новых правилах сейчас в командных соревнованиях есть 4 игрока. Но все равно не дается 4 очка, а дается 2 очка за победу, 1 очка за ничью. Ничью и ноль очей за поражение. Отлично себя показали мастера из Астаны и Алматы. Также в числе призеров ребята из Караганды. Теперь спортсмены с новыми силами ответственно подойдут к первенству страны. Алишер Сулеймена выиграл гранд-турнир в Ташкенте в Кубке Амир Тимира. Кроме шахматистов стран Азии, традиционно выступают представители Европы. Павлодар стартовал с 15 номера. По рейтингу всего было 56 участников. Благодаря успешному выступлению наш шахматист прибавил 36 пунктов к своему рейтингу. А тем временем в нашем городе завершился турнир по дзюдо. Памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Батырбека Сесенбаева. Финальный день заполнился яркой и зрелищной борьбой. Самая богатая коллекция медалей по итогам турнира у дзюдоистов к Злординской области. В их команде сразу пять чемпионов. И прежде они могли уехать в новом статусе. Однако с этого года всеказахстанский старт больше не квалифицируется как мастерский. «Определенный статус, да, того, что на уровне всегда стараемся провести. Я, как ученик Батырбека Сесенбаева, думаю, что мы будем продолжать этот турнир. Мы придумаем что-то, поменяем какой-то статус, может еще что-то, ну, я думаю, решим». Хозяева татами после неутешительного итога в прошлом сезоне проделали кропотливую работу и справились. У наших две медали. Ударные силы команды оказались тяжеловесы. В категории плюс 100 килограммов чемпионом стал Серик Сальмена. В финальной схватке Павлодарец победил дзюдоиста из Астаны. Бижанс Адвакасов бронзовый призер весит 90 килограмм. Для каждой региональной команды участие в этом турнире бесценный опыт и подготовка к более важным стартам. Впереди чемпионат страны и спартакиада народов Казахстана. Ну, как говорится, Владимир, спорить с тренером по борьбе может только кто? Ну, наверное, тренер по дзюдо. Это точно. Ну, а дальше наших зрителей ждет наша неподражаемая рубрика под названием... Специальный информационный блог. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 В последнее время погода нас совсем не балует. Но, несмотря на это, свои выходные нужно проводить с максимальным удовольствием. С вами вновь Дина Есенова. И сегодня вы узнаете, что самый лучший отдых вам гарантирован только с эко-баней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ох, что-то в последнее время столько дел навалилось, устала не могу. И вот на днях совершенно случайно наткнулась на объявление про эко-баню в Павлодаре. Не теряя ни минуты, я отправилась на разведку. Вау! Только так я могу выразить восторг от увиденного. Баня на настоящих березовых дровах, которые аккуратно поленится, лежат у печки камина. Представьте, можно самим контролировать температуру и подкидывать дров сколько угодно. Первый домик рассчитан на компанию до 20 человек. Двухэтажный, просторный. На первом этаже вместительная парная, бассейн хорошей глубины, обеденная зона. А на втором комната отдыха, бельярт и уголок для релакса. Супер! Второй домик немного меньше, вместимостью до 10 человек. Там все то же самое, только нет второго этажа. Но зато есть прекрасная мангальная зона. Выглядит очень уютно и по-домашнему. Можно отлично отдохнуть и наполниться энергией. Ибо ничто так не расслабляет и не очищает организм, как банька. Непременно приезжайте. Это идеальное место для проведения праздников в семейном кругу или с друзьями. Только не забывайте, главное бронировать заранее, чтобы не остаться без такой чудесной возможности отдохнуть. Как вам такой план на субботу и воскресенье? Хорошего настроения. Увидимся через неделю. И помните, что самый лучший отдых вас ждет в Экобане. Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас работали Владимир Чубенко. И Артем Буланов. Хорошего настроения на все оставшиеся выходные дни. Редактор субтитров А.Семкин